То, что известно под именем магнетического взгляда, есть выражение сильного мысленного требования при помощи нервов и мускулов глаза. Достигается это с помощью своеобразной гимнастики, дающей глазам выражение твердости, непоколебивости и положительности. Каким образом достигается мысленное напряжение, будет объяснено в следующем уроке. Этот же мы посвятим специальному взгляду. Предлагаемые упражнения очень важны, и я полагаю, вы будете точно им следовать. С помощью этих упражнений вы в короткое время сможете выработать взгляд, который будет чувствоваться другими, а продолжая упражнение, вы до такой степени разовьете его силу, что только немногие люди в состоянии будут выдержать его. Это в высшей степени интересное занятие, и вам будет приятно замечать рост обаяния ваших глаз, оно будет обнаруживаться над тем людьми, с кем вы встречаетесь. Вы скоро заметите, что люди становятся беспокойными и чувствуют себя неловко под вашим взглядом, если только на несколько мгновений вы сосредоточите на них ваш взгляд. Коль скоро вы достигнете такого результата и разовьете сосредоточенный взгляд, вы не применяете этого дара даже на богатство. Конечно, недостаточно удовлетвориться одними только упражнениями, но вы должны постараться воспроизвести их на живых людях. Полного искусства в пользовании силой взгляда вы достигнете лишь при условии упражнения над живыми людьми. Упражнение Первое упражнение Возьмите листок белой пищей бумаги размером приблизительно 6 на 6 сантиметров, посередине его нарисуйте кружок диаметром около 2,5 сантиметров. Зачерните кружок так, чтобы пятно выделялось, возможно, рельефнее на белом фоне. Прикрепите булавкой этот листок на стену так, чтобы точка оказалась как раз на уровне ваших глаз, если вы бы сидели. Поставьте ваш стул на середину комнаты и сядьте прямо против бумаги. Устремите ваш взгляд на черное пятно, смотрите на него решительным, твердым взглядом, не мигая. Продолжительность 1 минута. Затем дайте отдохнуть глазам и снова возобновите упражнение. Повторите его 5 раз. Встаньте. Стул должен остаться на прежнем месте. Передвиньте горизонтально бумагу вправо на метр от ее первоначального места. Сядьте. Устремите сперва ваш взгляд на то место, где первоначально висела бумага. Затем, не двигая головы, перенесите ваш взор направо и сосредоточенно смотрите на пятно в продолжении 1 минуты. Повторите эту часть упражнения 4 раза. Затем переместите бумагу влево на метр от ее первоначального места. Снова смотрите сосредоточенно на пятно 1 минуту. Повторите 5 раз. Выполняйте это упражнение в течение 3 дней, а затем увеличьте продолжительность фиксации взгляда до 2 минут. По истечении еще 3 дней увеличьте время. Поступайте таким же образом и далее, увеличивая продолжительность упражнения на 1 минуту каждые 3 дня. Некоторые достигли способности удерживать сосредоточенный взгляд, не заставляя слезиться глаза, целых 20 и даже 30 минут. Однако я не советую переступать за пределы 15 минут. Дело в том, что тот, кто может сосредоточенно смотреть на 1 точку 15 минут, может посылать столь могущественный взгляд, как и тот, кто дошел до 30 минут. Это упражнение в высшей степени важно, и если им старательно заняться, то оно даст вам возможность смотреть решительно и сосредоточенно на каждого, с кем бы вам не пришлось говорить. Оно разовьет сильное, могучее выражение глаз и возможность посылать такой непоколебимый взгляд, который мало для кого будет выносим. Собаки и другие животные будут трепетать и дорожать под вашим взглядом, и его проявления будут выражаться также и другими различными способами. Конечно, упражнения сами по себе скучны, но каждый будет щедро вознагражден за потраченное на них время и труд. Если вы занимаетесь гипнотизмом, вы найдете в этом взгляде серьезную помощь. Наконец, глаза начнут казаться больше вследствие увеличения расстояния между веками. Второе упражнение. Чтобы достигнуть большего разнообразия и приучить вас смотреть в глаза другим без неловкости, измените первое упражнение следующим образом. Станьте перед зеркалом и смотрите сосредоточенно в отражении ваших собственных глаз. Постепенно увеличивайте время, как и в предыдущем упражнении. Это упражнение приучит вас не только выносить взгляды других, а также достичь лучшего выражения глаз, что, безусловно, полезно и необходимо. Оно даст возможность увидеть рост и развитие характерного выражения ваших глаз, когда они начнут приобретать магнетический взгляд. Производить это упражнение непременно систематически. Знатоки предпочитают это упражнение вышеописанному. Однако, по моему мнению, лучшие результаты могут быть достигнуты при использовании их обоих. Третье упражнение. Встаньте на расстоянии метра от стены, прикрепив предварительно на ней бумагу так, чтобы пятно оказалось вровень с вашими глазами. Теперь, не сводя глаз с пятна, начните вращать головой. Так как это упражнение заставляет поворачивать глаза в то время, как вы продолжаете сосредоточенно смотреть. Оно даст порядочную гимнастику их нервам и мускулам. Перемените затем упражнение, то есть начните вращать голову в противоположную сторону. Вначале производите это упражнение как можно тише и не утомляйте глаз. Четвертое упражнение. Встаньте спиной к одной из стен и, смотря на противоположную, быстро меняйте направление вашего взгляда, перенося его с одной точки стены на другую, налево, направо, вверх, вниз, зигзагами, кругообразно и тому подобное. Упражнение должно быть немедленно прекращено, как только вы почувствуете утомление глаз. Перед тем, как его закончить, остановите глаза на одной точке. Это их успокоит. Упражнение предназначено для укрепления нервов и мускулов глаз. Пятое упражнение. После того, как вы выработали твердость взгляда, необходимо развить еще и уверенность. С этой целью упросите кого-нибудь из ваших друзей испробовать на себе ваше искусство. Посадите вашего друга напротив себя. Сядьте сами и начните сосредоточенно, но спокойно смотреть прямо ему в глаза, попросив его в то же время смотреть в ваше, как долго он может. Вы увидите, что его нетрудно утомить. Скоро он станет говорить «довольно», он будет находиться в состоянии близком к гипнотическому. Если перед вами человек, легко поддающийся гипнозу, то дело пойдет еще лучше. Испытайте также силу вашего взгляда на собаках, кошках и других животных, конечно, если вам удастся заставить их смирно лежать или стоять. Но вы увидите, что большинство животных будет бежать от вас или отворачивать голову, чтобы избежать вашего прямого сосредоточенного взгляда. Вам, конечно, следует различать прямой, спокойный, сосредоточенный взгляд от бесстыдно-пристального. Первый выражает могучую психическую силу, тогда как другой выдает человека, любящего жить на чужой счет или еще худшего. Вначале ваш сильный, решительный, сосредоточенный взгляд будет приводить в замешательство и смущение многих. Под его действием они будут становиться неловкими и беспокойными. Но вам нетрудно будет научиться обращаться осторожно с вашей новой силой, не причиняя другим замешательства, но в то же время производя на них сильное впечатление. Избегайте вообще всяких разговоров по поводу ваших упражнений с глазами и занятиях магнетизмом личности, так как это лишь возбудит в людях подозрительность по отношению к вам, за вами станут наблюдать, и в некоторых случаях вы создадите серьезные препятствия для применения ваших знаний. Держите ваши знания в тайне, и пусть ваши силы проявятся на деле. Здесь не место восставству. Помимо этих соображений есть немало других причин, по которым лучше молчать. Не пренебрегайте этим советом, иначе вам придется сожалеть, но будет поздно. Уделите время на эти упражнения и, следуя законам природы, развивайте ваши силы постепенно. Повторяю, избегайте мигать, щурить или неестественно расширять веки. Вы без особого труда можете избегнуть всего этого одним усилием воли. Если ваши глаза будут утомляться, обмывайте их время от времени холодной водой, и вы почувствуете облегчение. Уже через несколько дней занятий эти недостатки исчезнут почти незаметно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!